В Яхромскую школу номер один на этой неделе доставили бомбу времен Великой Отечественной войны. Известный композитор и краевед Сергей Ситников недавно купил в специализированном магазине бомбу времен Великой Отечественной. И она точный аналог той, что еще в детстве она копала в Яхроме после войны. Это Сергей Сергеевич Ситников, житель нашего города. Она тяжелая, Сергей Сергеевич. Охарактеризовать можно, наверное, такой одной емкой фразой. Он настоящий патриот нашего города. Таких людей, как Сергей Сергеевич, наверное, надо поискать. Он любит свой город, ну, как мы говорим, до кончика полос. В конце 40-х годов Сергей с товарищами обнаружил в земле немецкую авиационную бомбу во дворе своего дома на Ленина-6. Она чудом не взорвалась, что спасло жизни десяткам мирных жителей этого дома. Когда в московском антикварном магазине Сергей Ситников обнаружил точно такую же бомбу, он решил приобрести ее и подарить музею родной Яхромской школы. Мы долгое время жили без войны. С 45-го года то, что завоевали наши отцы и деды, и мы стали их потомками, родились после войны. Это для нас было просто счастье. Мы жили, пускай и не очень сытой, но счастливой жизнью. И когда пошли в школу, как воспоминания о той страшной войне, когда начали строить первые панельные дома, там откопали три бомбы. Огромных, они как свиньи были, вот эти, их оградили горбалев, мы бегали смотреть и не учились в это время в школе. Но прошел где-то еще год-два, и вдруг мы откопали около дома, около 6, такую же в клумбе. Вот поменьше, крылатка, бомба. Сергей обработал этот авиационный снаряд, освободил ладо ржавчины и привез в музей школы номер один. Представитель школьного музея Наталья Боровкова с радостью приняла раритетный дар своего земляка. Это, конечно, на земле героическое яхро мы, собираемся мы каждый год. В декабре, при сезоне бар, нас священная трасса зовет. Здесь фашистскую нечисть проклятою запахали на русской меже. За победу бесценную платую заплатили на том рубеже. За победу бесценную платую заплатили на том рубеже. Сергей Ситников исполнил для яхронских школьников несколько собственных песен о войне и ответил на вопросы ребят. Ставшеклассник МКРВЕД рассказал о своем послевоенном детстве, о судьбе жильцов дома номер 6 на улице Ленина. В декабре 1941-го немецкие пулеметчики стрелили из окон именно этого дома по Перемиловской высоте. А когда нацистов выбили из яхромы, немецкая авиация стала забрасывать оставленный город бомбами. Я просто смотрела сейчас, наблюдала за ребятами. Вот эти серьезные лица настолько... И вот они сейчас, когда уходили, они мне сказали, Наталья Саниславовна, знаете, первый раз, но взяло за сердце. Во-первых, исполнение Сергея песни, он же сам, понимаете, он поет очень эмоционально. Это человек, который всю свою жизнь отдал своему городу, он его безумно любит. Поэтому эмоции удивительные на самом деле, трогательные, волнительные. И самое главное, именно на таких примерах воспитывается патриотизм. Продолжение следует...